здравствуйте меня зовут шура и вы на канале handmade as a сегодня буду показывать как сделать такой шикарнейший браслет и браслет я решила делать вот из агата вот у меня есть такой агат вот такие вот как бы закрученные плоские бусины они как бы немножко скручены на такие немножко как бы завинчены чуть-чуть не просто такой квадратик они вот я тут обнаружил что они все разные толщины вот я нашла что вот это вот самая толстая вот это вот вот и они немного все разные по цвету вот но сейчас я решила вот выбрать вот эту бусину он мне нравится что нам более такая яркая здесь какой-то узор прослеживается вот и это будет браслет из медной проволоки сейчас я вытащу вот это вот бусину отсюда из этой нитки и посмотрю что у нее с отверстием вот потому что я брала уже одну бусину отсюда из этой нитки и я обнаружила что в середине происходит соединение то есть видимо сверлили отверстие с одной стороны и потом с другой а посередине знаете есть такая небольшая ступенька которая не дает пройти пробу то есть как бы здесь большое отверстие тут большое отверстие а посередине очень маленькая вот это конечно расстройственно я вот не очень хочу проделывать увеличивать это отверстие вручную но вот надо сначала проверить вдруг не повезло и сейчас я попробую просунуть туда эту проволочку и вот не идет но и как я вижу да что зашел туда достаточно большой кусок проволоки то есть получается вообще что-то непонятное получается по моему туда все заходит вот да отлично зашло но есть там что-то что не дает пройти конечно вот тут уже меня все вы видите поцарапалась да все таки там есть вот этот вот какой то есть какой вот этот порожек который там мешает вот не знаю в общем но у меня еще есть вот такая бусина она пойдет с этой да это оникс он немножко другого оттенка но он тоже вот должен залезть вот в эту вот вот эта проволочка должна пройти вот через эту бусину и она как я вижу совершенно не проходит но все-таки бусина да она гораздо меньше чем вот это вот и поэтому если нужно будет увеличить здесь отверстие это все-таки не так долго я здесь нашла напильнички если можно их так назвать есть ни разу еще не использовала и мне просто интересно как это будет ну и вот так вот я буду тереть тереть да и в конце концов отверстие увеличится вот смотрите пролезла даже что конечно удивительно удивительно чудеса случаются я еще попробую немножко попилить не попилить вам поработать напильничком да и я думаю что до добьюсь определенного успеха вот мне нужно две или даже может быть четыре такие бусинки я еще не очень уверена еще у меня есть вот такая вот штука это деревянная такая штучка и она мне нужна для того чтобы сформировать форму у этого браслета но она маленькая в общем то мне кажется что она все-таки больше чем моя рука мне нужно поменьше вот но я не хочу чтобы браслет был такой знаете в облипку я хочу чтобы он был свободно и свободно я могла в него засунуть руку и свободно высунуть и вот поэтому уже хочу использовать такую потолще проволочку чтобы он получше держал форму сейчас я углубила дырочки то есть расширила с помощью вот этой вот штучки вот такого вот напильничка и вот могу показать вам что теперь у меня все пролазит вот смотрите все проходит а вот обратите внимание удивительно но и вот так вот и все они очень мягкие оказались и очень легко оказалось это делать то есть я не очень много времени на это потратила и сейчас я буду отрезать вот большой кусок проволоки но не очень большой мне в общем то еще не очень понятно как я буду делать конец вот эти вот места да но только приблизительно я еще не решила нужно ли мне делать застежку на этот браслет вот но основная часть как бы уже мной продумано то есть сначала я вот одену две бусины такие не хочет это видимо не очень сделалась я не хочу ее одевать вот это где-то слушайте не очень хорошо сделать может быть вот это да это вот получше вот значит 2 с одной стороны теперь идет вот это вот толстенькая более надеюсь что все у меня везде куда нужно пройдет прошло до осталось только так вот тихонечко тихонечко и и а дети я думаю что это вот из-за того что проволока толстая я не очень хочу ее распрямлять потому что все равно и нужно будет закруглять ну вот надо где-то и посередине приблизительно поставить вот так вот да вот как то так и вот сюда и теперь нужно эти две вот эти две последние я надеюсь что нет я знаю что вот это вот не совсем я сделал отверстие хорошие а вот с этой стороны смотрите пошла отлично ну что это так сработает отлично вот ну вот такой в общем браслет у меня выходит вот не вот и сейчас я найду проволочку мне нужно проволочка вот я не хочу очень толстую я хотела потоньше но не совсем тонкую но гораздо тоньше чем это потому что это вот один и 17 где-то чуть меньше чем 1 из 7 миллиметров она достаточно толстая вот эта проволочка она будет 0 81 миллиметра так то есть меньше миллиметра что-то и она сейчас я ее отрежу на мне здесь помялось я не хочу мяты вот и я не буду плести очень детально то есть в этот вот этот вот вот это мое плетение она не будет очень ну такой замороченная на деталях и я использую вот обычно вот это будет простое плетение оплетение вот бусины у меня вот есть такое видео я там показываю как оплетать сережки то есть как оплет оплести бусинку для того чтобы сделать сережки я делаю просто колечко можете по-другому как-то начать ну я вот начинаю в колечко такого ну просто к петелька и она будет одета вот на это вот она должна вот так вот пойти ну надо решить где у вас лицо я так приблизительно думаю что лицо будет здесь вот сначала я оплетаю вот эту проволочку и я ее оплетаю вот нужно 22 я думаю будет я смогу выпасть из кадра ладно попробуем 2 вот очень простое плетение я его уже показывал вообще вы много показано очень популярная вот очень просто вот апрель один раз с одной стороны вот сделали кольцо и опять и опять и сделали кольцо вот здесь легче гораздо ну такая вот у меня и идея на вот так это уже второй раз и вы видели наверняка много таких вот я уменьшу чтобы не выпадать из кадра много таких вот деталей которые вот таким вот образом пытаются это может быть и браслеты и серьги и какие-то части для бусинку ну я вот завожу за то есть вот туда но вот с моей большой бусиной так не получится потому что она не имеет правильную форму и она вообще кривоватенькая так скажем ну вот видите я уже сделала здесь три или два я уже не могу сказать точно этих оплетений и я продолжаю вот сколько я должна сделать я это определяю на глаз как вот мне нравится сей мне кажется что уже достаточно то можно и остановиться но мне кажется что нужно еще сделать один раз вот я сделаю еще один раз и еще один раз и все и тогда я начну приплетать вторую ну вот все мне кажется готово вот сейчас я оплету вот здесь вот то есть это должна проволочка идти назад я оплетаю здесь и все я подвигаю вот эту и начинаю работать с этой но видите что если сделать побольше да вот то вот если сделать тогда и начать оплетать это было бы как бы правильно но поскольку я не хочу обрезать проволоку это это будет одна цельная проволока один цельный кусок то мне придется что мне придется мне придется наверно как-то вот ее отогнуть то есть вот первая вот это вот проволочка она а пойдет вдоль вдоль и вот этой вот толстой проволочки как она это будет делать и и потом вот как обычно каково сейчас покажу вот просто не так интересно сделать да что очень интересно мне плести я очень вообще люблю плести вот ну вот так вот и в этом месте то есть эти проволочка просто идет где-то там сзади да и можно вот оплести вот вообще не в ту сторону оплела надо с монет в ту но допустим допустим что в ту вот так просто этого не очень будет это не очень будет заметно не очень будет видно вот и теперь теперь можно по-моему закручивать по обычной схеме вот и и пошли наверх как бы идем наверх и не вот и я должна буду заплести вот это вот место вот в общем получается да постараюсь больше не выходить из кадра просто я так увлекаюсь да и и уже не вижу куда я там иду здесь я не буду показывать как я плетаю все только вот эти два и вот это вот я хотела показать как я начну и потом точно по такой же схеме но только в обратную сторону нужно главное не очень ошибиться а то вот здесь вот получится слишком большое расстояние и ну вот видите вот я уже проплела два глаза так можно сказать и так вот и сейчас я буду делать вот эту вот вот эту вот штуку и на нее нужно оставить не надо немножко побольше может быть вместо в конечном итоге если вы ошиблись с этим расстоянием да то наверняка можно все передвинуть чуть-чуть я вижу мне кажется что у меня немного меньше вот внизу осталось проволочки да и можно вот наверное как там период ее продвинуть он сейчас я попробую потянуть главное не вытянуть ну вот вот так и и сколько там не нужно оставить для вот этого большого камня сколько-то ну вот столько потому что ну я не хочу как говорится скупиться на его оплетку но не хочу тоже переборщить ну вот вот как то так мне кажется и вот я сейчас вот эту проволочку вниз вот до этого места где как раз и нужно будет ее начать оплетать это вот бусина она кривая абсолютно да можно конечно попробовать вот первую у вас не обязательно должна быть такая бусина ну конечно хотелось чтобы она была бы плоская все-таки браслет и вот так то есть ничего не получается все криво все соскакивает но ничего страшного и вот так вот обратите внимание вот как то так вышло вот нашу криво все-таки не было лучше бы проволока на все-таки было бы ровно и она скривилась немножко но незначительно ну вот так вот и вот так вот ну вот как говорится главное сделано я не очень хочу ее заматывать туда вот как эти да они как бы вот здесь видите вот эти проволочки они идут под низ и за за бусину да вот я просто буду как-то наматывать и а должно такое впечатление знаете как гнездо какое-то получится то есть просто как-то где-то что-то примотана то есть это не такое идеальное и ровно выбиранная такая вещь хотя но но это вот такой у меня план я действую в соответствии с планом мне кажется будет потратить много проволочки но как-то так вот так вот я очень сложно держать все под контролем ну и как-то вот одну я накладываю на другую и вот я ее приматываю вот вот так да вы видите что и здесь вот что-то у меня торчит да и где-то еще торчит это меня не останавливает сейчас я доплету вот таким же образом покажу что у меня вышло да то есть я просто буду наматывать в каком-то непонятном мне самой порядке но в конце концов все придет к чему-то правильному вот и сейчас я это сделал покажу вам как это выйдет ну вот видите как вышло вот то есть я не стремилась вот идеально все делать одинаково просто я плела как мне плелось и просто пыталась вот насладиться этим потому что мне очень нравится процесс плетения вот и теперь я с этой стороны продолжу делать вот эти две штучки покажу как вышло и потом покажу как я буду вот закруглять помощью этой штуки если у вас нет такой штуки это вообще не проблема просто можно использовать какую-то любую баночку ну вот обратите внимание все уже сплелось вот 5 деталей я плела и мне нужно будет вот как-то огибать вот этот вот деревянный брусочек вот и дальше вот так мне вот я бы хотела побольше но мне кажется она и так будет побольше из-за того что у меня вот круглые бусины да то есть ведь она же не прилегает там какое-то расстояние остается да ну и вот так вот камень очень такой большой но я хочу иметь этот камень посередине ну вот нужно теперь только посмотреть чтобы это было одинаково все мне кажется это вот немножко не одинаково ну так вот так вот вот так это будет выглядеть выглядит вообще просто очаровательно это именная проволока блестит совершенно потрясающе и все очень красиво на самом деле вот кто хочет можете вот немножко простучать вот здесь да когда этот браслет еще плоский но я не хочу ничего менять пусть вот как есть мне очень нравится как есть ну вот и здесь я сейчас загну главное чтобы все было по центру я боюсь загибать потому что я не уверена я еще не померила его как бы сейчас я бы померяю покажу вам а вот обратите внимание знаете вот есть такие браслеты да вот просто круглый браслет он без застежки я бы хочу сделать себе без застежки потому что вот мне главное чтобы туда пролазила моя рука вот увидите она вот в таком вот таким вот размером она проходит вот я сейчас буду думать о том вот как мне закрепить на закрепить мне кажется проще простого проще простого можно сделать просто две такие петельки и одновременно закрыть браслет на них можно примотать добавить каких-нибудь деталей будут каких-нибудь завитушек ну вот у меня получился вот мой браслет вот какие здесь есть камни преткновения какие обязательно нужно вам выбрать такую проволочку потолще это обязательно дам для того чтобы она держала форму вот и имейте ввиду что не все люди одинаковые вот здесь вот я вам покажу просто я сделал две петельки 1 вот входит в другую вот эти петельки до их сделать очень сложно то есть сделать их легко сложно было их застегнуть одна за другую потому что но мне пришлось как бы немножко вывернуть эту проволочку я вот до сих пор сейчас пытаюсь уравнять ну в общем то все получилось да и простой так это не замок мне не нужен здесь замок я не хочу на этом браслете иметь замок вот но есть люди знаете у которых запястье широкая запястье вот здесь вот широко и рука широкая да а есть люди у которых запястье потолще ну ну и рука в чему так и такая же рука то есть потому что когда вы одеваете браслеты то на запястье хочется чтобы он ну не болтался как как обруч большой тогда а чтобы как-то он и не поворачивается вот так то есть для этого как раз будто и нужно вот такая вот форма до овальная для того чтобы он не поворачивался в разные стороны и потому что у него есть и задняя тыльная сторона и вот и передняя сторона и вот и боковые стороны вот но если у вас тонкая запястья вот это вот часть большая это стало быть вам будет тяжело пролезть мне например пролезть сложно но можно вот но если я делаю браслет шире он начинает болтаться да вот в таких случаях может быть вы себе замочек сделаете если очень хочется вот очень хорошо мне нравится я бы думаю что может быть еще стоит вот немножко придавить здесь но это вообще в этом нет необходимости потому что я нигде ничего не простукивала вот просто у меня вот вот как есть но так вот в общем вообще мне нравится я рекомендую главное не ошибитесь вот с этим вот размером чтобы вы могли свободно продеть и свободно снять вот и чтобы вот знаете это ну и как я уже сказал это зависит от размера вашего запястья и вот от этого размера как вы можете вы там сложить вашу руку в такую вот сосиску и просунуть его ее через браслет вот но вот мне все очень нравится я не буду ничего патинировать я думаю сам браслет потемнеет со временем и потом я его просто буду полировать ну вот так вот и вот этот камень он не крутится потому что он зажат с этой стороны чуть-чуть зажат и с этой стороны чуть-чуть зажат но даже если он крутился он нет вообще вот хорошо чтобы не крутится и так мужчин на самом деле само собой произошло но в конце концов вы можете просто зажать вот здесь две эти проволочки подтянуть вот к центру да я показывал как я делал один кулон и там вот он как раз зажимался под путем вот капошон капошон путем вот вытягивание вот этих двух проволочек сюда здесь ты не нужно вот так вот я очень довольна я думаю что нужно делать какое-то колье но только еще не решила как но вот с таким вот большим элементом вот вот такой вот какой то вот просто оплеткой вот ну такой какой то вот не такой вот идеальный да а вот вот просто какой то такой мне очень нравится на вот такой вот браслет у меня сегодня получился просто шикарный браслет я думаю вот если учесть что я никую не паяют отличный вариант вы знаете что вы можете вообще просто сделать две петельки и одеть посередине просто соединительное колечко тогда вам не нужно будет вообще вот как мне одевать да у вас просто будет соединительное колечко посередине вот вот в чем секрет просто сделать две петельки синие соединительное колечко между ними но только вот у меня видите одна лежит и другая стоит петелька да ну вот а вам нужно будет сделать или две стоящие или две лежащие мне вот она это мое видео подошло к концу всем удачи и скоро увидимся